здравствуйте дорогие друзья сегодня тема которую вы очень любите сегодня мы разговариваем о дозировках разговариваем о дозировках надролон дакана а то и первое соответственно что я оговорюсь что не может на данный момент быть каких-либо точных исследований потому что большая часть из вас она хочет получить дозировки надролон дакана а то те которые будут позволять растить мышечную массу в классической медицине на данный момент мы не можем соответственно рассматривать цель как изолированный набор мышечной массы такой дифференцированной когда мы не лечим какое-либо заболевание а мы просто понимаете ну говорим блин было бы неплохо если у меня обе сушка будет 50 сантиметров это повысит не уровень жизни наверное там я себя буду чувствовать уверенной или может быть буду пользоваться успехом у женщины или может быть меня больше будут смотреть на ю тубе такую задачу медицина не решает но надо быть объективным с другой стороны она есть другой стороны мы действительно можем сказать что для некоторых категорий граждан особенно чьи соответственно профессиональной деятельностью является у раскачка мышечной массы реклама фитнеса спортивного питания и так далее на фоне роста такой деятельности как видео блогерство это все растет то конечно же интерес к анаболическим стероидам тоже растет потому что ибо только они могут дать какие-то огромные заметные объемы мышечной массы и поэтому мы такое явление имеем и сегодня именно поэтому я к этому и веду что мы рассматриваем не совсем медицинские аспекты соответственно что мы можем для себя уяснить ну если мы берем нудролон деканат договариваемся что мы говорим о нем ну вот и в неделю ставим примерно ну 200 миллиграмм ну вот это вполне оправдано с точки зрения ну медицинской дозировки даже 100 миллиграмм будет работать некоторых случаях с точки зрения медицинской дозировки не будет работать соответственно ну там 50 наверное все остальное будет очень хорошо работать она некоторых женщин да в случае ожогов и так далее и 50 вполне себе работает вот если мы говорим об увеличении мышечной массы и мы возьмем ну давайте такую цель что все таки да вот как у меня я всегда его вспоминаю такие ну с какой-то точки зрения это действительно так я понимаю что есть исключение но все же большинстве случаев мой приятель очень профессиональный бодибилдеры мастер спорт он говорил так сергей ну да есть там много номинации еще что-то ты там в классическом бодибилдинге выступаешь там но это было время когда я пробовал себя во время академического отпуска в бодибилдинге и он говорит ну ты пойми одно бодибилдинг он начинается со 100 килограмм и пока ты не выйдешь на вот эти огромные гигантские дозировки пока ты не будешь применять этот огромный список препаратов и так далее ты не будешь весь 100 килограмм чего бы там кто не говорил о каком-то стероидом минимализме и прочее если ты видишь свыше 100 и 100 килограмм сухой мышечной массы на сцене да это бодибилдинг это настоящий бодибилдинг и соответственно это большие объемы это большие дозировки и на дролон декна там начинается от 600 миллиграмм по неделю и выше вот естественно не перед сценой а в период набора потому что перед сценой мы убираем все что нас может залить даже длинные эфиры тестостерона убираются и я знал кто вообще тестостерон убирает вот там даже пропианат некоторые убирают потому что у многих он вызывает соответственно очень высокие всплески эстрогенов и задержку жидкости но это перед сценой вот естественно знал я людей кто игра деки вводил и нормально себя чувствовали до гиперкоагуляция было огромное количество побочных эффектов выраженных ну как мы огромное количество то же самое смотрите видео про нандралон деканат то есть тоже самое количество побочных эффектов но более в разы выражают наверное огромное количество таблеток было съедено чтобы нивелировать эти побочные эффекты, тех же антикоагулянтов и так далее. Но тем не менее, мы имеем место с таким явлением. Конечно же, наш долг – помогать людям, кто приходит и ставит нас перед фактом, что у меня такие огромные дозировки. Сам я никогда такого, соответственно, пациенту не назначу, не посоветую. Но это явление в некоторых случаях имеет место быть. И если человек заточен на большие результаты, реально большие, он вынужден будет, соответственно, применять такие дозировки. Ну, на мой взгляд, 600 – это еще оправданно, это еще можно говорить как-то профессионально, ну, профессионально будет видно 600-800, но выше грамма, честно говоря, там очень сложно. Просто это организм должен быть какой-то уникальной особенностью, знаете, с особенной генетикой, чтобы побочные эффекты были не выражены даже на таких дозировках. Такие люди попадаются, есть естественный отбор, как и в любом виде спорта, направлении, и мы можем найти людей, у кого особая генетика и кто перенесет это. Ну, и, наверное, в каком-то смысле они и становятся вот этими Ронни Коллиманами, какими-то известными бодибилдерами и так далее. Ведь кому-то, вспомните, ноги отрезают, да, есть у нас такие бодибилдеры. А кому-то, соответственно, даже как бы кто-то и не повторяет судьбу Ронни Коллимана, и ничего себе, ходят после всех этих олимпий, сам, и даже мышечную массу там особо как-то не теряют, поддерживают, дети есть. Вот, то есть, все достаточно индивидуально. Поэтому, чтобы понять вообще, можете вы этим спортом заниматься, не можете, можете вы выходить, бодибилдингом я имею в виду, можете вы выходить на, соответственно, данные дозировки не можете. Конечно же, нужно сдавать кучу анализов. Если вы хотите экономить на анализах, если вы хотите экономить на препаратах, надо отдавать себе отчет, что бодибилдинга, к сожалению, у вас не получится. Ну, получится какой-то там любительский уровень, можно выступить и успокоиться. Но каких-то максимальных результатов даже в пауэрлифтинге у вас не получится. Потому что, конечно, какие-то суперрекорды, суперпрофессиональные большие веса в пауэрлифтинге, да, когда жмут 300 килограмм там, вот, все это завязано на, не просто на употреблении анаболических стероидов, а на огромных дозировках анаболических стероидов и на огромных дозировках препаратов, которые купируют их побочные эффекты. И на длительном последующем лечении уже никто из спортсменов этого не скрывает. Вот. Таким образом, я могу сказать, что дозировка до 400, это еще может быть в любительском плане, оправданная дозировка для набора мышечной массы. Средняя дозировка является 600-800, это для проб спортсменов. Вот. Ну и супердозировки такие под красным цветом, это то, что от грамма. И мы говорим о том, что это экстремально, и лучше этого вообще никогда не делать. Но я вам озвучил то, что я знаю в спортивной тусовке, то, что я знаю в виде профессиональных культуристов, и ни один профессиональный культурист не сказал мне, что он ставит меньше 600, то есть 600-800 на наборе. Вот. То есть это люди, повторюсь, чья сухая мышечная масса в период соревнований составляет 100 кг. Где-то 120-130 они весят в межсезонье. Вот. Рост в районе там от 170-178 и выше. То есть, ну, достаточно такие ненизкие ребята, все повыше меня, вот, кого я вел. Вот. Поэтому, соответственно, ну, все равно масса 130, сами понимаете, это серьезная масса, это большое тело. Вот. Чтобы его поддерживать, тоже, тоже надо учитывать, что вес, чем больше вес тела, тоже больше дозировки. Вот такие, друзья, такая информация лично от меня. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие вы дозировки используете. И обязательно приводите примеры ваших спортивных достижений. Ну, допустим, может быть, кто-то там написал, что там даже в 89-го года выигрывали там Кубок Москвы, к примеру, по бодибилдингу и так далее. Данное видео касается больше людей профессиональных, да, спортсменов. Так как, повторюсь, на 200 миллиграмм вполне возможно все, соответственно, как правило, медицинские терапевтические разные эффекты достигать, какие бы они ни были. От ожоговых, соответственно, каких-то, да, отделений до, соответственно, у нас каких-нибудь, ну, к примеру, травматологических, послеоперационных разных реабилитаций и так далее. А вот все, что выше, это уже сторону спорта, на мой взгляд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Продолжение следует...